Здравствуйте! Приветствую вас! Приветствую! Приветствую! Мне очень хотелось начать с того наше знакомство и общение с нашими дорогими слушателями с того, что для меня вот такой сегодня праздничный день. Помимо того, что сегодня православный праздник, сегодня мой праздник личный, персональный, потому что это первый эфир моего самого первого подкаста. Я немного волновалась, а потом я поняла, что я настолько хочу поговорить с вами, мне настолько любопытно, что страх как будто бы сам собой испаряется. Самое лучшее средство, в общем, оно само собой у меня как-то случилось. Я очень вам рада. Здравствуйте! И я хотела бы, наверное, дать вам слово. Если вам будет удобнее, я могу представить вас сама. Представьте, каким вы меня видите, Ольга. Хорошо. Мне интересно, почему вы вышли на этот контакт, на эту связь и дали мне возможность поговорить с вами. Да, у меня вообще как бы с вами знакомство случилось очень много лет назад. Мое личное знакомство случилось благодаря книге. Я училась на психфаке, и в принципе в своем детстве я была довольно, ну, таким как верующим человеком. Я христианка, ходила в церковь. Будучи ребенком, мне это очень было интересно. Но когда я начала учиться на психфаке, у меня очень, во-первых, разнообразилось моё окружение, была такая мультиконфессиональная тусовка. И, возможно, какой-то след науки всё это очень подразмыло мою веру, наверное, скажу так. И у меня был такой кризис веры спустя несколько лет после окончания университета. И тогда мой внутренний компас мне помог настроить поход в магазин книжный. Точнее, две книги, которые я оттуда унесла. Это было «Радикальное обращение Кулина Типпинга» и книга «Путь духовного поиска» Игумена Евмини. Вот тогда очень много вопросов было закрыто для меня. Успокоение какое-то я внутри себя нашла. И за что я очень-очень благодарна, конечно, наверное, все эти годы была автором этих книг, потому что мировоззрение так складывалось. И спустя много лет, сейчас уже, когда я работаю с предпринимателями, с управленцами, я сама в прошлом менеджером из корпоративной среды, я понимаю, что такое количество изменений, в котором мы сейчас живем, такой идеальный шторм, как называют многие футурологи и, в принципе, люди, которые изучают этот вопрос. Идеальный шторм, он очень как будто бы ломил многих. Вот эта вот вынужденность выдерживать, вынужденность лидеров, вообще людей, в принципе, всех, но у лидеров как будто бы здесь нагрузка. Выдерживать эту нагрузку. Как бы люди теряют смысл, как я когда-то тогда, и я сама сейчас как будто бы тоже обновляюсь. И вот, собственно, мой тот предыдущий опыт очень быстро привел меня снова к вам, потому что я понимаю, что тот прошлый год последний, не считая того, что мы уже три года вот в таком состоянии находимся, это чаще всего по мне приходили люди и говорили «потеря смысла», «кризис жанра», «я не знаю, зачем я», «ради чего все это» и так далее. И даже те люди, которые добивались каких-то супер-классных успехов в своей работе, делали действительно классные продукты, которыми пользуются миллионы людей, осознавая это, у них был кризис смысла. Поэтому, говоря про лидерство вот этого нового поколения, так называемого или менеджера нового времени, конечно же, невозможно управлять другим, если у тебя внутри какая-то дыра, если это здесь у тебя самого не закрыто, если ты сам не управляешь своим собственным состоянием и энергией. Поэтому я пришла к вам, чтобы попросить вас поговорить с нами об этом, поговорить о том, что такое духовная энергия. Современная интегральная психология говорит, что есть четыре типа энергии. Физическая, психическая, когнитивная и духовная. И мы обо всем говорим, кроме духовной, как так получается именно в бизнес-среде. Всему уделяем внимание, но не этому. И поэтому я предкушаю наш разговор. Спасибо за честь быть приглашенным, как в таком случае говорят. когда вы так дерзновенно назвали, что такое духовная энергия, поговорить мне. Ничего не остается, как вспомнить мою замечательную учительницу, Джудит Эвазье. У меня прям прямая передача от нее. Я ее очень до сих пор чту и люблю. И как-то на одном NLP семинаре она вышла после перерыва. Мы с ней поговорили. Ну, разговаривали. И она после перерыва, хотя мы на эту тему не говорили, кто-то задал ей вопрос из зала, что такое духовная энергия. Она говорит, ну вот, она перечислили все три вида энергии, психическую, физическую, когнитивную. И говорит, есть еще spiritual energy. говорит, ну, мы тут с Фазером Евмением поговорили, и он сказал, что, и пришли к выводу, что духовная энергия бесконечна. Все остальные три вида конечна. Итак, духовная энергия. Это тот уровень, который, да, если вы так немножечко, конечно, безусловно, в курсе этой пирамидки логических уровней. Да. Очень часто и в российском бизнес-пространстве, NLP-пространстве. Эту пирамидку транслировали в урезанном виде. То есть, пирамидка на верхней точечке Я написана. А то, что там еще миссия и духовность, еще два уровня, как будто бы этого, этот факт игнорировался. Вот это так удивительно было. То есть, рисовали пирамидку до уровня Я. Ну и понятно, что если мы только на эго-энергии, держимся, то мы используем только три вида энергий. Существует следующий уровень. Миссия, предназначение, призвание, предназначение, миссия. У этих слов в моем словаре разные значения. Но вот это чувство, что я призван чем-то, бывшим, вернее, большим жизнью Вселенной, какой-то задачи. То есть, в коллективном поле вот это самое морфогенетическое поле, пресловутое, долго выбирало, кто бы поразбирался с тем или иным, ну скажем, затыком в эволюции, в общественном сознании, в жизни. И выбрало меня. Мы говорим уже почти, что как религиозные люди, как мистики, но мистики используют, но и лучшие представители бизнес, элит, я имею в виду консультанты, и там терапевты, они непременно пользуются этими вещами. В какой-то момент после того мы воспитывались вот на этом, мы возрастали в 90-е, потом в начале 2000, лично на этом оранжевом уровне, то есть улучшение, интенсивность, оптимизация, новые проекты, но кайфовали от всех трёх видов энергии и забыли, и забыли о духовном. Нам казалось, что духовное – это какая-то архаика, но нет, оказывается, это вовсе не архаика, это реальность. И потом уже открытие рупорта Шелдрека и, конечно же, Николы Теслы, безусловно, Берта Хеллингера, ну вот оно привело нас к тому, что существует некая большая система. Как она работает, нам до конца не известно. Вот самые разные религиозные системы пытались вывести эти принципы в виде каких-то законов Вселенной, заповедей и так далее. Но сейчас мы уже подходим как исследователи, отчасти с научной точки зрения, и поэтому понимание призвания, предназначения и миссии, они в нашем мире приобретают особую такую актуальность. Если я, например, призван быть, ну допустим, хирургом, и оказываюсь в каких-нибудь зоне каких-нибудь военных действий, у меня по 12 человек, а может быть по 15 людей, которым нужна срочная медицинская помощь. Из этого чувства миссии я черпаю сил. Кто как не я это сделает. Вот. Миссия это когда... Давайте сейчас дам определение миссии. Это когда как будто бы на руке чего-то высшего ты как перчатка. Ты полностью скажи, я отдаюсь. Я всего не знаю. Не все хирурги знают до конца случаи, с которыми им приходится иметь дело. Но я берусь и, пожалуйста, кто там есть наверху, помогите мне это сделать качественно. Из этого состояния миссии приходят озарения и инсайты. Только не путать с галлюцинациями. Вот как будто когда инсайт, музыка, поэзия, это как будто бы не я, но через меня. Что-то такое через меня пришло. Я вообще не знаю, как это пришло. То есть, я только записал. И вот люди там, поэты, писатели, они говорят, это какая-то удивительная штука. Потому что это пришло. Я только записал. Это вообще не мое. Точно так иногда, если вы ведете тренинги или консультируете. Вот на каком-то этапе вы пытаетесь всеми тремя видами энергии работать. Но если чувство миссии присоединенность это есть, раз приходит какой-то ответ или разрешающая фраза и проворачивается за одну фразу. Все остальное было подготовка к этой фразе. И как бы послевкусие сказано. Вот это чувство миссии предназначения. Для чего я здесь? Что ценное я привношу? Еще один вопрос, который Джудит мне тогда подарила. Звучит приблизительно так. Значит, что я буду делать в любом случае, даже если деньги мне за это платить не будут. Вот. Ну, потом принцип икигай. Вы, наверное, знаете его. Что я могу делать, что хочу и что востребовано. Вот если в этом плане сбалансировано, то я делаю легко и без усилий. Вот. Ну, например, вот в моей жизни открывались самые разные уровни миссии. И я этому высшему, этому полю чувствую себя посвященным человеком. То есть, когда-то или двадцать назад я называл это Господь. Я шел через личности Иисуса Христа в это все. И как бы там есть такая очень простая молитва Господь. Используй меня для того, для чего тебе нужно. У Бога нет других рук, кроме наших. Поэтому вот руки. Вот ноги. Вот сердце. Вот язык. Вот глаза. Вот мозг. Пожалуйста. Вот. Мне эта посвященность, я ее открыл впервые через монашество. Она была... Поэтому все легко и без усилий. То есть, происходило в моей жизни и происходит. потому что если есть посвященность какому-то делу, у тебя не возникает вопрос, мое или не мое. Если тебе дается какая-то идея, у тебя нет вопросов по поводу того, сможешь или не сможешь. Хватит денег или не хватит. Как бы окупится это или не окупится. Ты просто делаешь. А деньги приходят оттуда, откуда они, где они лежат сейчас. И вот они могут где-то лежать сейчас. И они потихонечку приходят. Причем иногда порционно, вот если человек так с чувством миссии, миссия может быть строитель-архитектор, миссия может быть художник. И это очень интересное состояние художника, когда ты стоишь перед холстом и ты вообще не знаешь, вот что, как твоя рука пойдет, куда поведет. Вот. И вот это с чувством предназначения миссии, это уже имеет отношение непосредственно к духовным энергиям. То есть, как Высшее в коллективном поле. Сейчас объясню, что это такое. Коллективное поле, чтобы было понятно для тех, кто впервые с этим понятием встречается и может быть, ну как бы популярно эту тему объясним. Итак, в коллективном поле, ну например, вот стая волков и старый волк, который вожак, умирает. Каким-то образом, без особых дискуссий, договоренностей и голосований, появляется какой-то волчара, который и все как-то аккуратно, а, значит ты, ну окей, и поехали. Но так же было и в первобытных временах. Так, кстати, выбирали священников в древней церкви. Не в современной, когда через семинарию, через образование, а в древней. Когда видели какой-то мирянин, прихожане, он наиболее посвященный, наиболее слышит вот это водительство Бога. И ему тогда говорили, мы выбираем тебя священником, а теперь езжай, рукоположись туда к епископу и возвращайся. То есть происходило не институционально, а по факту того, что поле признавало в большей степени, чем выбирало. Если брать о больших системах, вам, очевидно, известен такой феномен, как, например, если делается какое-то открытие в мире, например, какое-нибудь лекарство или электричество там, как будто одновременно в трёх местах разным людям и произошло. Вот этот полевой эффект мы наблюдаем. Вот когда я увидел, что очень много людей созрели перейти с конфессионально-религиозного на интегральный уровень понимания духовности и так далее, я увидел, что для православных людей нет человека, который может этот переход, эту лесенку построить. И так родились мои посты в Фейсбуке, Вконтакте, а потом и книжка из них «Путь духовного поиска», которая попала к вам в руки. Сейчас я вижу, например, что потом иногда случаются ситуации ремиссии. То есть ремиссия – это когда миссия твоя в сути остаётся неизменной, но меняется контекст. Да, потом ещё одна моя такая отчасти ремиссия после этого этапа, когда я увидел, что на самом деле в современном сложном мире, например, батюшкам, служителям веры, недостаточно выслушивать грехи и отвечать стандартно по древним источникам. Необходимо знание практической психологии. Человек очень усложнился, а методы и подходы остаются старыми. И тогда я начал изучать практическую психологию самые разные направления и начал адаптировать это к православному языку. Так родилась моя книжка «Путь духовного поиска», толстенная, 550 страниц. Потом, кстати, у меня формального религиозного образования нет, я в семинариях никаких не учился. И потом я узнаю, что по моей книжке преподают в нескольких семинариях дополнительный курс психологии. Ну, как сказать, как там говорит поэт, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Мне как-то это было приятно, но я писал не для того, чтобы быть в трендах. Вот. Или, может быть, подсчиславиться, что ВОК, типа, как меня признали. Нет, я написал и отпустил. То есть, это называется, когда автор закончил книгу или произведение, она больше ему не принадлежит. Вот. То есть, люди читают, люди понимают, так или не так, тебя это уже не ломает. Потом я увидел вот такую штуку, да, я начал консультировать. Большинство людей, которые приходили ко мне, и это была моя новая миссия, они приходили из нерелигиозного контекста. И иногда человеку, вот, любимый оставил, душа болит. Плачу, злюсь, не могу отпустить, хотя он сказал, все, не хочу тебя видеть и вообще тебя разлюбил. И я понимаю, что здесь нужны слова, нужно отношения, нужна сердечность, а не только психологическая процессуальность. И я таким образом, вот, для себя, ну, начал формировать целую мировоззренческую школу под названием «Интегральное душепопечение». У меня уже четвертый раз в этом году будет проходить 9-месячный курс. То есть каждый раз я нахожу нечто новое, и я знаю, что в той или иной теме я исчерпываюсь, и мне становится неинтересно, но мне внахлёст даётся какая-то новая тема. Какая-то новая тема, какая-то новая задача. И это мы говорим только на уровне миссии, призвания, предназначения. Вот. И если мы переходим на следующий уровень, что такое духовная энергия? А можно я встроюсь? Да, конечно. У меня только сразу мысли, и они уже как бы и растворились, потому что новый какой-то поток мыслей пошёл. А вообще то, что вы рассказываете о своём пути, мне кажется, вообще прям как будто бы, если представить аналогию провести с лидерством, я сейчас на свою линию, конечно, гну и перевожу, то, в принципе, лидерство тоже сейчас проживает такой момент трансформации. Да, если раньше, как вот… Раньше в церкви, например, были такие методы обучить очень чётко канонам, которые были тогда, когда они были придуманы и так далее, то сейчас уже как будто бы больше внимания именно к человеку, к его сложности, к его особенностям, потребностям. И вот то же самое с лидерством. Если раньше достаточно было использовать кнут и пряник в равных или правильных пропорциях, то сейчас этого недостаточно. Сейчас достигать результата через это уже не прокатит. Только через управление смыслами, только через управление вот как раз таки вот этой коллективной культурой, атмосферой и энергией. И тогда мне очень прям отозвалось про ремиссию. Это так как-то интересно звучит. То есть это как будто бы я понял свою миссию, предназначение, и в какой-то момент я не отказываюсь от прежней, а как бы её тоже трансформирую. То есть или это вообще как бы такая вторая серия, или совершенно новая страница моей жизни. Вот тут такое уточнение и сразу вопросик тоже в догонку. может ли быть лидерство миссии? И тогда в чём ядро этой миссии? Понимаете, вот как это говорила Пифе в известном сериале, говорит, быть призванным – это всё равно что влюбиться. Это невозможно объяснить, но ты это внутри знаешь. Вот, к сожалению, видите, какая штука. Если мы культивируем тему миссии, лидерства, но внутри это не звучит или не прозвучало у конкретного человека, человек думает, что через способности ты начинаешь имитировать Тони Робинса или, например, какого-нибудь ещё крутого миссионера, и у тебя это будет. То есть через культивацию способностей. Но происходит имитация. Поэтому сегодня огромное количество мастеров, коучей, людей, которые претендуют на лидерство. Но идти за ними, даже на уровне посмотреть до конца ролик в Ютубе я не хочу. Я вижу, где набор чужих фраз. Я вижу, где непроживаемая интеллектуальная информация. Ведь смотрите, если наша интеллектуальная информация встречается с нашей энергией на уровне сердца, и человек говорит, он верит, он проживает, он говорит для конкретных людей, для конкретного человека, для сейчас. Лекторство не может быть лидерством. Это просто ремесло. Посмотрите, вот, например, некоторые психотерапевтические школы в России были дискредитированы ещё в 90-х, потому что очень много людей, обучившись на каком-нибудь курсе, у хороших мастеров начинали имитировать, но не являясь тем, кем являются мастера. Они копировали их интонации, они копировали их раздатки, они занимались имитацией. Вот, понимаете, сейчас нам очень важно подойти к такой составляющей, как чувство правды. Давайте так, это называется по-другому конгруентность, но это не исчерпывает совсем. Конгруентность внешней проявленности и внутреннего переживания с твоими знаниями, которые ты транслируешь. Но есть ещё один элемент конгруентности. Ты в соединённости вот с этой штукой, с высшим, как бы, что бы мы не понимали под этим словом. То есть, если человек к этим элементам конгруентности добавляет соединённость с чем-то большим, я здесь представляю, ну, не так, что представляю больше интереса, но транслирую из внутренней правды, из правды жизни, из правды Вселенной. Этому невозможно противостоять. Потому что я не настаиваю, я не давлю. Я говорю как бы из своей субъективности, из субъективности внутри моей субъективности, из глубины моей глубины. Но моему собеседнику отзывается это как своя правда. Это не воздействие, это взаимодействие. Потому что другой человек важен. Потому что сейчас, когда мы говорим, мы творим. И несмотря на то, что, Ольга, говорю, вроде бы сейчас я вот прям сейчас. Но ваш внимательный взгляд созидает меня творящего этот эфир. Понимаете? И если брать, например, в этом смысле лидерство, то это лидерство там 21 века, когда ученик так же и важен, как и учитель. Последователь так же важен, как и ведущий. Мы привыкли к тому, что лидер здесь такая авторитарная модель. Или модель русского мира. А здесь последователи или электорат. Лидерство бирюзового уровня – это когда каждый звучит. Каждый важен. Просто каким-то образом в той или иной небольшой группе кто-то является её олицетворением, её голосом. Но этот человек скромен. Он не доминантен. Он не давит свои правды. Ему важно выслушать и почувствовать синхроничность со всеми, если они дальше идут. И это характеризует духовный уровень лидерства, а не вот этот по спиральной динамике красный, где есть доминантность, где есть власть силы, а не власть любви и компетентности. Такая тонкая грань между тем, что я хочу быть условно как Тони Робинсон или просто как Илон Маск, какой-то заметный классный лидер, у которого есть успехи, твёрдые результаты. И тем, что я рождён для того, чтобы кого-то за собой вести. Вот мы даже по себе могу сказать, что я, например, не всегда... Последние три года я делаю свой сервис сама. Занимаюсь как-то вне найма проектом. И я чувствую, что что-то внутри сильнее меня, и что это то немногое, что я могу делать, делая свою работу. Но даже вот учитывая это, я иногда теряю понимание или чёткость или ясность того, что это какое-то высшее меня ведёт. Иногда я очень долго сомневаюсь и в себе, и в том, что это нужно, и в том, что... То есть как вот это потестировать, что связь есть? Есть ли какие-то способы это прояснить? Смотрите, вот эта вот связь, чувство миссии, оно может быть таким же пунктиром проходить по жизни на определённом этапе, как вот солнышко. Вот сейчас у нас пасмурно здесь, но мы же знаем, что солнышко есть. Мы можем иногда из своей человечности действовать, что-то происходит, что-то касается, что-то изнутри разворачивается. Ну, мне вот один человек, я попросил его взять на попечение другого, который был моим другом, но он оказался в реабилитационном центре на определённом этапе. Я говорю, пожалуйста, обрати на него внимание. Ну, пообщайся с ним, удели ему больше времени. Он мне важный значок. Прошло месяца три, он говорит, знаешь, поток как-то туда не пошёл. Я говорю, знаешь, как поток идёт? Я тебе скажу. Ты начинаешь разговаривать и что-то делать. Само по себе оно не происходит. Вот. Отвечая на ваш вопрос. То есть мы что-то делаем, и иногда вдохновение подхватывает нас. Но мы делаем это искренне. Отвечая на ваш вопрос. Я предполагаю, как там говорят кто-то из классиков, может даже сам Тони Роббинс, раз он сегодня упомянут. Ну, припишем ему. Мы все стоим на плечах гигантов. То есть, другими словами, мой рост личностного развития обусловлен почтением к моим учителям и мастерам. Есть люди, у которых присутствует такая штука, которую называют дух сиротства. Они говорят, а я вот сам, а я вот по интернету обучился, а я по онлайн-курсам, а я по книжкам. Но у него живого мастера, который, или учителя, который мог бы докапываться и придираться к нему. Как тренер спортивный. Например, не то, не так. Задача, понимаете, задача учителя не быть позитивным мышлением, а находить недочеты, чтобы указывать на них. Вот у нас сейчас культивируется вот это принятие и позитивное мышление. Как я научусь, если мой учитель не будет указывать мне? Ну, не то. Ну, еще не то. Если мой супервизор будет меня только ободрять и говорить, как хорошо, Ольга, как замечательно. Вы такая прям прекрасная у вас. Подожди. Я тебя зачем нанимала, дорогой супервизор? Чтоб ты мне на косяки, на детальки указывал. Если я, человек, неспособный воспринимать критику и чтить авторитет старших людей, которые достигли в этом чего-то. Я не обучаемый. Я буду что-то имитировать в пику всем. И это дух сиротства, другими словами. Поэтому найти своего мастера. Найти человека, который бы вас взял. Этот мастер не может быть интернетным персонажем. В смысле, я у мастера учусь по ютубу. Нет, так невозможно. Своего мастера найти означает, что я прихожу, прошу, чтоб меня взяли ученики и меня лично берут. Меня лично знают по имени. На мою работу обращают внимание. Мне дают обратную связь. Ну, честную, но при этом бережную. То есть, есть же такая обратная связь, как обесценивание. Но я заинтересован. Я могу сказать, вот, у меня есть один ученик, который уже пять раз пытается пройти у меня сертификацию. Я его очень люблю. Я его очень жду. Он чтит меня. Между нами прекрасно. Но я в который раз ему говорю, назовем другим именем. Семен. Ну, еще. Ну, ты консультируешь, ты показываешь свою работу. Но у меня вопрос. Я не вижу, что это консультация, которую мне, как твоему супервизору, не надо доделывать. Ты распарываешь человека, сдаешь вопросы. Ты не справляешься. Мне приходится присоединяться, потому что это же моя ответственность, что на моем семинаре это происходит. Поэтому, конечно, если у тебя не было учителя, я фигурально говорю тебе, ну, как сказать, как ты вырастешь, как ты станешь на спине гигантом. Первое время, когда я приходил и проводил тренинги, меня так резко как-то в эту среду затащили. Говорят, а можешь провести такой-то тренинг? Я говорю, ну, давай. Типа запрос. Внешний запрос, но он же божественный по сути. И я шел, и моя молитва была такая. К двум моим ведущим учителям. Я говорю, знаете что? Пожалуйста, ты стой мне с левой стороны. Это мой мастер-женщина. А ты, пожалуйста, стой с правой стороны. И если я буду лажать или не справляться, пожалуйста, просто замочите их так, чтобы они закрыли свои рты. Ну, такое некоторое восприятие на тот момент аудитории как критичное и агрессивное. Я приходил туда, и люди оказывались добрые. Они оказывались... Ну, они были людьми, которые приходили слушать меня. Но поначалу я на духовном уровне брал их поддержку. И я чувствовал эту поддержку. Мистика это или нейрофизиология – большой вопрос. Вот. Но если ты научился чтить божественный поток в реализации твоего учителя, ты становишься в цепочку мастеров, ты становишься в преемство. И второй момент очень важный, что тебя в круг мастеров принимают. То есть люди, которые реализовали свой дар, свое предназначение в той области, в которой хочешь ты, признают тебя своим. Равностным. Ну, не младшим уже, а равностным. Не подмастерьем, а мастером. Вот. Это некоторый показатель. Он внешний, он социальный. Вот. И мне кажется, что вот то, что у нас культивируется под видом личностного роста, то очень часто это актуализация эгоичной природы человека, а не раскрытие духа. Дух, он соединяет всех. Эго надмивается над всеми. Я не против эго, я его не валю. Это наша здоровая социальная личность. В случае, если она не попадает вот это чувство неполноценности, если я не дотягиваю, и чувство доминирования, если я лучше других. Как только эти штуки начинают слеживать себе, я, то есть высшие, перестают со мной сотрудничать. Он говорит, а, ты поконкурировать, типа, ты хочешь покруче всех стать. Хорошо, я не буду тебе мешать. Занимайся сам. И вот мы чувствуем эту отсоединенность от потока. Знаете, феномен вот этих потоковых состояний исследовал, в частности, на музыкантах. Вот они говорили, что, знаешь, что может музыканте убить желание писать? Когда тебя начинают подгонять? Ну что, ну что, когда следующий альбом? И ты понимаешь, что альбом запрашивают, и ты из привычных фрагментов что-то лепишь такое, но оно не такое вдохновенное, как то, что было вначале. И поэтому еще раз вспомним, как там у Арсения Тарковского, но поражение от победы ты сам не должен отличать. То есть ты просто сделал то, что должен сделать. Как вот пожарник после пожара. Пожарникам не несут цветы. Ну не до цветов там. Пожарник сделал, пожарник идет отдыхать. Ну вот, ну они такие люди, в большинстве своими смиренные и сильные и смелые. Они сделали, они просто сделали свою работу. Вот это и саморефлексивности, и самонакачивание. Если нет, это возможность двигаться больше. То есть вот это классическая вам известная категория смирения. То есть с миром принимаем то, что происходит. Открытость на обратной связи своих учителей и коллег. Чего еще можно там... Вот такие какие-то вещи. И возрастаем потихонечку, постепенно. Слава Богу, у нас в 21 веке есть такой замечательный инструмент роста и обратной связи, как YouTube. Это, кстати, один из тренеров. Вот выпустил я какой-нибудь ролик. Смотрю количество просмотров и комментариев. Это живая обратная связь. Смотрю, там можно по аналитике смотреть, сколько досмотрели до конца. Если 33 процента досмотрели до конца, все окей, хорошее. Если не досмотрели, я рефлексирую. Потому что народ-то врать не будет. Смотреть всякую фигню, да еще и до конца, да еще если целый час, ну нет. Вот. Поэтому все работает с нами, все дает нам обратную связь. Мы возрастаем, но вот в этой потоковости, соединенности с высшим, самая большая загадка. И ее сымитировать невозможно. Вы знаете, мне хочется продолжить тему конкуренции. Потому что в корпоративной среде эта норма, особенно чем выше твоя должность, статусность, соответственно, предполагает конкуренцию, умение выдерживать эти корпоративные игры. Власть, влияние и вот это все. И вообще, в принципе, отсюда как бы вытекает следующее, что искренность, уязвимость и большой громадный страх близости в корпоративной среде, в общем, в корпоративных отношениях. Как бы вы, наверное, порекомендовали начать путь к этому, к уязвимости своей? Как вот к этому риску открыться, потому что вот эта конкурентная среда навязывает определенные правила игры? И либо тебя выплюнут, или выплюнет система, либо ты выдерживаешь, но играешь по определенным правилам. И вот опять же, если все-таки внутренний низов начался уже как бы пробиваться этот росток, что я не могу играть, я хочу, я имею потребность больше искренности, то как этот переход можно начать? С чего? И я хватаюсь за ключевое слово, которое вы мне как футбольный мячик кинули, как теннисный. Играть. Вот когда мы понимаем, что я понимаю, вы понимаете, что наше нахождение в корпоративной среде – это роль. Так же, как на сценической площадке, так же, как и в театре. Иногда хороший актер может сыграть роль стервы, роль женщины, если он мужчина, как это делает Максим Галкин, как там Калягин играл, потом вот этот, который… Ну, короче, можно сыграть, да, в зависимости от задачи, от роли. Роль князя Мышкина в зависимости от среды. Корпоративная среда предписывает определенную ролевую позицию. Чтобы мне не раниться, если я чувствительный, тонкий, эмпатичный человек, я должен понимать простую вещь. Я не есть роль. Сейчас я в роли. Я прихожу, я в роли начальника, я в роли секретаря, я в роли ведущего менеджера. И здесь моя искренность, открытость и уязвимость неуместны. Поэтому в корпоративной среде существуют дресс-коды, существует определенный язык разговора, стиль разговора. Он в большей степени деловой, процессуальный. И здесь мы играем роль. Вопрос, насколько я классный актёр. Сумел ли я с этой ролью справиться? Справляюсь ли? Если я внутри, во мне пробивается тема уязвимости, чувствительности, близости, нежности, принятия. Я понимаю, с кем я могу таковым быть, с кем я могу разделить себя таким, какой я внутри для себя самого. И это, конечно же, небольшой круг людей. Это может быть, хорошо если есть один, хорошо если есть пять. Если есть семь человек, это вообще замечательно. Там, где можно быть собой, там, где можно быть в какой-нибудь, как это называется, кенгурушке, вот этой вот. Там, где можно быть в дратых старых кедах или кроссовках, не выглядеть не собой, не стараться и говорить без внутреннего цензора. Потому что в роли мы должны вот это, как бы, очень чётко держать. Поэтому очень важен контекст. Если я где-то вынужден быть в роли и могу отдыхать от роли, потому что, представляете, если вот женщина работает прокурором, допустим, это же роль. Там процессуальность, бесстрастность, безэмоциональность. Ну-ка, зачитывают приговоры и каждый день. Но если она не снимает, застряла в роли, она приходит домой и начинает прокурорствовать в квартире. Так, почему здесь не убрано? Я не поняла, я пришла с работы, там, ничего не готово. Как уроки выпал, уроки сделал, вот эта штука, да, там. Вот. Очень часто люди в этой роли застряют. Есть ситуация, когда родитель застрял в роли контролирующей мамы. Неплохо, если мама контролирует. Но если она не может любящую включить, она застряла. Насколько я осознан к своим ролям. И, безусловно, мы сейчас с вами тоже находимся в ролях. Вы в роли собеседника интервьюера. Я в роли ответчика. И поэтому я и позитивный, и играю понятиями. И иногда, для того, чтобы показать свои погоны, употребляю какие-то спецтермины. Потому что роль это предписывает. Но если мы с вами, например, ну давайте так вот пошутим. Так, решили, понравившись друг другу, решили замутить. Мы будем говорить вообще иначе. И это будет другой разговор. Сейчас у меня в голосе есть позиции и есть силы. Если я хочу открыться своей потребностью любви, уязвимости, там очень много уступания. Там очень много нежности. Жанр интервью не предполагает нежности. Но я привношу игру в эту роль. Так что я играю с любимыми системами, ну как бы, как это сказать, немного нарушая правила жанра. То есть я привношу слова из вульгарного словаря иногда, когда говорю о духовности. Или когда говорю о сексе, я употребляю нечто, некие божественные категории, когда ведут антрический семинар. То есть я говорю, что вообще-то, ребят, биология – это не всё. Есть нечто божественное в соединённости. То есть и тогда, базово освоив основную роль, я могу привносить всё, что я знаю из других областей. Например, скажу вам очень хорошую историю от Джудит. Она говорила, что одно время в Калифорнии была популярна на расхват одна женщина. Она такая выглядела просто как такая полненькая толстушечка. Её приглашали в разные корпорации, она работала ровно 21 день и потом уходила, принципиально нигде не оставаясь. У неё был совершенно чудесный дар создавать такую атмосферу семьи, где люди открыты, добрые. То есть она кому-то цветочек, кому-то тортик, кому-то прекрасно выглядишь. То есть она такая мама-старшая сестра. И когда она естественно расслаблена, но не совсем расслаблена, люди чувствуют на работе, им хочется на работу, у них результат финансовый повышается. Ей платили огромные деньги и просто разные корпорации перекупали её, предполагая больший заработок. То есть вот эта человечность, она привносила в корпоративную среду, но у неё была такая работа. И до конца никто не знал, почему её взяли. Потом только это всё обнаружилось. Но поначалу она просто приходила как рядовой сотрудник, ей разрешалось любого человека снять с рабочего места, отвезти в кабинет и поить там чайком. То есть и какие-то сплетни, разговоры вести и так далее. Понимаете, и здесь я о чём говорю? О гибкости внутри систем. И самый гибкий элемент определяет стабильность системы. Это правило систем. Такое. Поэтому я думаю, что в 21 веке, дай Бог, чтобы и в России, вот такой корпоративной культуры, ориентированной на чувствительность, гибкость и результативность одновременно, будет больше. Но пока мы находимся вот в том, что сейчас только рождается и формируется, я думаю, что соответствовать своей роли, качественно играть её. И не пытаться, ну, купить, например, там, шампунь в продуктовой лавке. Ну, условно говоря, если мы приходим на работу, здесь важный результат и моя такая базовая ресурсность, позитивность и так далее. А проблизость и уязвимость – это не совсем. Вау! Есть над чём подумать. Как раз над очеловечиванием корпоративных культур, бизнесов в нашей стране. Надеюсь, и за пределами мы работаем. Я вижу, что действительно интерес к этому переосмысление, точнее, всё чаще и чаще встречается у предпринимателей, новый взгляд. И я думаю, что если бы эта женщина где-то рядом находилась, она бы точно пользовалась спросом здесь и сейчас в наших компаниях, точно. Мне ещё интересно поговорить про служение. Не та организация, ни один человек в этой организации, ни один отдел в этой организации не существует просто, чтобы существовать. Всё решает какую-то задачу, удовлетворяет чьи-то потребности. Соответственно, то же самое я могу сказать и про менеджеров, что их суть, как бы суть лидерства, она всё-таки в первую очередь в служении. Ну, тут как бы тоже двоякое у меня ощущение, что, с одной стороны, ни один лидер не нужен сам по себе, он никакой пользы не несёт. Его польза только в служении своим сотрудникам, в служении компании, бизнесу. С другой стороны, работая очень много с выгоранием, я вижу, что люди путают служение и спасение других. Как бы вы это прокомментировали? Опять же, какую бы рекомендацию, может быть, вы дали, чтобы это отличать, что есть служение, что есть спасение, которое ведёт тебя обязательно к истощению? Я предполагаю, что вот если брать работа, принципы слова, понятия работы, работник, это означает за такую-то в договоре прописанную деятельность я получаю такую-то зарплату. Это работа. Служение – это когда я как-то так создан или заточен под то, что давать больше, чем предписано штатно-должностными обязанностями. Если я ориентирован на то, чтобы давать больше, это служение. Служение нельзя обязать человека, вот в этом смысле. Но можно создать условие, при котором человеку раскрываться и давать избытка, будет результативно. Теперь, я могу давать от избытка, в случае, если я наполнен сам. Если я ищу собственной значимости и то, что я вот значим, я нужен людям, и начинаю отдавать последнее, вот, например, вот здесь нет в этом стакане избытка, здесь наполовинку, значит, надо восстановиться или найти источники восполнения. Мы, кстати, не коснулись духовного уровня, ещё только духовное служение. То есть, когда у меня будет через край, тогда я даю больше служения. А если мне не через край, я работник. Я просто выполняю, ну, как бы, те или иные характеристики, что очень трудно для людей творческих профессий. А лидерство – это непременно творчество. Поэтому ответственность лидера перед самим собой – следить за степенью своей ресурсности. Не выгораю ли я? Это показатель, какой хочется мне делать то, что делаю. Делаю ли я это с энтузиазмом, с удовольствием? Или я, как бы, блин, уже всё задолбало. Так, уезжаю в Таиланд, на Бали, куда угодно. Не могу. Всё. Вот к этим сигналам нередко мы не прислушаемся, действуя по автоматизму. Вот это вот спасательство, вообще это очень такая православная тема, но она прописана в русском поле. И поэтому все живут для других, и никто не счастлив от этого. То есть мой принцип – живи в удовольствии, в счастье для себя. И из этого мы становимся неким излучением в этот мир. И мы становимся вот этим животворящим потоком в этот мир. Ну, понимаете, я бы мог бы развить тему, если бы это была, скажем, индивидуальная консультация, здесь бы я начал задавать вопросы. И здесь бы мы сходили в детство. И здесь бы мы сходили в семейную жизнь. Потому что есть, ну, почему-то в отношении с супругом, с партнёром. Потому что если самый близкий человек у нас, мужчины, женщины, неважно, не верят. Нашу самооценку подрубают. Мы очень много теряем на выяснении отношений, на состояние полураспада, полуразвода. То ли разойтись, то ли ещё потерпеть. Мы не результативны. Если семья и дом не являются нашим тылом. Если я там не восстанавливаюсь, а иду домой, и думаю, сейчас начнём вот сейчас. Вот здесь бы я смотрел бы на эту. Кстати, вот вчера у меня была очень интересная конференция, консультация. Я двух людей осознанно подвёл к необходимости расставания, развода. И тот, и другой человек хороший. Но друг с другом, друг друга они разрушают. И вот как провести по этим шагам? Точно так иногда можно провести человека по шагам, расставание с тем или иным контекстом. Иногда человек говорит, я в этом поле, в этом пространстве сделал, и я чувствую завершённость, мне нужно что-то другое. Так, кстати, в области руководства, менеджмента, в области психологии, психотерапии, наступает момент, когда здесь ты всё. И ты не знаешь, не можешь это обосновать. Ты просто это переживаешь, чувствуешь. И мы в таком случае используем вот этот в речи такие неочевидные фразы, как прям отводит меня, меня куда-то ведёт дальше. Мы не говорим кто, что, ну просто как будто всё уже. Вот если мы умеем эту интуитивные подсказки души чувствовать, мы не блокируем себя, позволяем себе не на рацию опираться, но вот это глубинное чувство, интуицию, там, не знаю, чего угодно. Мы находимся в гармонии. Если мы только винтики, заточенные под задачу, мы не слышим этих сигналов. Мы выгораем, мы устаем. Но про спасательство, я говорю, здесь нужно конкретно уточнять. Ну вот, поэтому с мамами очень часто происходит, когда мама звонит, проконсультирует им моего сына. А сколько ему лет? 25. А что он? Ну вот, он живёт с женой, он там ругается. И говорит, а вы что там делаете? Вы его женили? Работу мамы выполнили или нет? Если вы работу мамы не выполнили, лезете туда, то как бы ему-то помощь точно не нужна. Они что-то там проходят, но вы лезете туда. Вам нужно написать увольнение. Какое? Рассчитать саму себя с должности мамы. А, так, так всё дело во мне, говорю, да. Их вот эта химическая реакция не может произойти и трансформироваться, пока вы туда лезете третьим элементом. Что за третий элемент? Ну-ка уберите маму оттуда. Всё. Займитесь собой. И мне мамы признаются. Вот это мамы спасатели. Я говорю, давай так, у вас у тебя есть сын, у тебя есть дочь, а сколько они занимают твоей жизни? Она говорит, ну, где-то каждые процентов по 70. Я говорю, это уже больше стало, выходит, а вы для себя живёте. Нет, я только имя жену. Вот. Также мы можем вывалиться и в работу, и в служение, и в чувство собственной значимости и востребованности. Но актуальный вопрос здесь. Для себя я для себя есть, или я мыслю себя только через других людей или через свою работу? И вот эта невыносимая тема побыть для себя. То есть, если ты едешь на отдых, можешь ли ты пожить это время для себя вне контекста своей деятельности? И многие не могут. То есть, мы в этот автоматизм включаемся. Многие в медитации не могут посидеть и 20 минут. Они начинают в медитации и приходят гениальные мысли, кому надо позвонить. После того, как медитация закончится, они смотрят на часы. Так, через 5 минут уже позвоню. Вот. И это вопрос гармоничности, самодисциплина. Почему я настаиваю на то, что должен у каждого быть какой-то учитель, мастер, который сопроводит? Потому что мастер, во-первых, тебе передаст какое-то, возьмёт своё поле и передаст состояние. Но он тебя не сделает зависимым от себя. Он поможет тебе сонастроиться своим собственным эталоном состояния. То есть, вот этим пресловутым нулевым. Вот этой белой дырой, из которой будут приходить тебе чувства собственного «я». Ну, это квазар называется. Вот эта точка до большого взрыва, которая. Вот. Если я, мне получается сонастроиться с ней, или получается в это пространство ученика ввести, вот, после этого я говорю, ну теперь ступай. Вот. Если я хочу найти себе духовного наставника, куда идти? Ну, сейчас мы же, у нас есть огромное пространство под названием YouTube, интернет, Facebook, ВКонтакте, Смотри, да, тексты читать не нужно. Смотри, как человек говорит. Честно ли он говорит. Он здесь и сердечно и называет тексты. есть ли в нём интуитивно смотрим ответы на то или состояние того, чего бы ты хотел себе. Вот ты сейчас, в отличие от тех времён, когда интернета не было, я рос и формировался, когда не было интернета. Я находил по сарафанному радио таких людей. Я ехал далеко, я уделял этому время. Но мне важно было, сейчас я скажу очень важную штуку, быть увиденным кем-то в своей потенциальности. И чтоб мне это сказали. Если ты пробиваешься и растёшь, ты можешь не знать вообще, кто ты, но опытный человек тебе не так, чтобы буквально скажет, а как бы намекнёт. Но время нашего эфира подходит к концу, а мы только разошлись. Это разговорная энергия о жизни, мне кажется, это действительно такая маленькая часть темы. И если я могу ещё один вопрос задать, я бы воспользовалась этим. Конечно. Есть возможность восстановить когнитивную умственную энергию, если, например, ты устроил себе диджитал детокс, ну, отключил все телефоны, хотя бы 30 минут в день молчишь. Кажется, что это очень близко к восстановлению духовной энергии. Есть ли какие-то вот, не то чтобы гарантированные способы волшебные таблетки, но что-то близко к этому. Что можно делать, чтобы помогать себе восстанавливать духовную энергию? Хотя бы 2-3 способа, чтобы мы ушли и как-то попробовали это внедрить в свою жизнь? Про духовную энергию скажу, ну, как сказать, единственную вещь. Это глубинное чувство внутренней правды, не зависящее ни от ситуации в стране, ни от того, сколько у меня было любовников или любовниц, ни от объема моей карьеры, ни от объема моих денег, просто чувство глубинной внутренней правды, наполненности и ясности. Digital Detox приветствую. Массажные практики самые разные приветствую. Глубокое сердечное общение с людьми, которые тоже спутники на этом пути приветствую, только без бухла. Вот. Да. Да. Потому что, когда мы выпиваем, мы раскованы, но это не наше естественное состояние. Вот. Поэтому каждый свою тропинку к себе глубинному находится. И измерение Бога жизни высшего смысла оно находится не там, а находится где-то там. у меня даже возникло такое подозрение, даже маленький инсайтик, что когда мы уходим из тела, душа уходит из тела, мы как будто не туда куда-то уходим, а куда-то очень туда. То есть в самой глубине мы выдыхаем, но в самую глубину себя мы растворяемся, вот, но вход во внутреннее измерение высшего, он через самую глубокую мою глубину. И на самом деле вот Digital Detox я очень приветствую, потому что когда мне нужно сходить в мои райские сады, которые внутри, я иду туда, и чем глубже, тем там ёмче, прекраснее и интереснее. Но я должен помнить, где дверь выхода изнутри мира во внешний мир. Многие люди, уйдя во внутренние миры и открывая эти красоты, они стали как будто более аутичные, шизоидные, асоциальные. Вот они уходят, они что-то там творят, но им уже неинтересно с людьми. То есть просветлённому человеку эта сансара неинтересна. Всё, живите как хотите, я не буду никого спасать, всё, я нашёл себя. Я предпочитаю балансировать на этой точке внешнего и внутреннего мира. Поэтому когда я путешествую вглубь, в глубину, я не ухожу слишком далеко. Когда я возвращаюсь обратно, тогда я возвращаюсь обратно и то, что там наоткрывал, я привношу. Мне интересно быть вот этим хороном между миром мёртвых и миром живых. Что-то открыл, принёс, подарил. Например, там повстречался и где-то получил каких-то душевных ран, во внутреннем мире есть исцеление. Там меня, мои ангелы и единороги оближут меня своими языками и ангелы перебинтуют эти раны. Вот хороший баланс между внутренним и внешним миром, честность с собой, чего там ещё, и связь с измерением внутренней правды. Я подчёркиваю то, с чего мы начали духовная энергия. Бесконечна и безгранична. Все остальные три вида энергии конечны. Поэтому, когда древние люди говорили, что только в Боге успокаивается и отдыхает душа моя, речь, конечно, не о Боге как персонажа, об особом состоянии, где ты находишься в единении с неизреченным. как только это назвать, мы сразу же в религиозную какую-то систему попадаем. Поэтому, если я знаю туда доступ, или меня проведут, или провели, и это измерение на всех одно. Вот в этом плане просветлённые мастера говорят, что вы никогда не задумывались, что 8 миллиардов людей на планете о себе говорят я, и никто не оспаривает. Нет, нет, это я, я, а не ты. Вот это глубинное я и есть на уровне развития такой, как сказать, бирюзовый уровень. В мире социальном мы действительно можем играть в конкуренцию. Я признаю, что есть люди компетентнее меня, я признаю, что есть люди, которые признают мою компетентность больше, их компетентности. Но это мир измеряемых форм. На уровне сердца, на уровне сути какой-то мы одной, вот как один из моих учителей сказал, если буддийский, например, мастер попадёт в это измерение и православный старец попадёт в это измерение, они там даже спорить не будут, кто прав. Они скажут друг другу и тот тоже скажет и вот это единение это суть духовного пути найти то пространство сердечности, где мы одно. А здесь они разные, но в сути, как душа, как сердце, как пульсирующее нечто, мы вот это самое одно. И если я ищу контекста, который мне поможет, кто-то на ретриты ездит, на сатсанки, на здоровье, это всё равно в конечном итоге это поиск состояния, в котором я это я, в котором я свободен от своей роли и от необходимости что-то постоянно решать, звонить и кого-то спасать, и что-то разруливать бесконечно. вот в этом плане, поэтому путь в глубинность, путь в сутевое, каждый нащупывает её свой. Есть люди, которые через наркотики пытаются попасть, разрушаются в хлам и оттолкнувшись одна, взлетают и находят это. Но они говорят, если бы не наркота, если бы не алкоголь, я бы к этому просто, но я бы в такой дельте социальной жизни шёл, я бы не иногда очень тяжёлое страдание, потеря близких, развод, расставание, смерть ребёнка, и вдруг человек как очнулся, как что-то переосмыслилось. И в этом смысле мы говорим, что парадоксально, но потери наших внешних или наших близких иногда ведут к обретению себя. Тут очень всё индивидуально, и здесь просто можно говорить. Вот рядом человек есть, и мы говорим, и любой мастер, учитель, он помогает нащупать внутри этот путь, но не настаивает на уникальность своего пути. Вот так потихонечку двигаемся, и чудеса случаются. Я думаю, что что-то чудесное в пространстве произошло, пока мы говорили, а 17 человек, уже 19 нас в это время слушали, потому что мне необычайно резонансно и приятно говорить с вами, я слышу вашу слышимость, и это не дежурный комплимент в конце разговора. Спасибо большое, это очень ценно. Я вообще огромную благодарность испытываю за этот подарок, за этот разговор. Наверное, даже не буду словами пытаться описать, насколько это для меня значимо. Это правда такой подарок с большой буквы. Благодарю вас за этот разговор. Мне, конечно, очень хочется ещё, 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 особенно, когда вы заговорили про зависимых, у нас же есть ещё и трудоголики и так далее. В общем, оставлю этот голод. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл. И до новых встреч. Спасибо вам огромное. Я с удовольствием выйду в эфир с вами. Мне приятно продолжать говорить с вами. Спасибо. 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 Всем, дорогие друзья, спасибо за внимание, за то, что заглянули на огонёк и нашли время. Хорошего дня. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...